Безнадзорных собак выпускать на территории города теперь нельзя. Глава Сарова Алексей Сафонов подписал постановление, которое запрещает возвращать отловленных животных в границах жилой части санитарно-защитных зон объектов ядерного центра в пределах внешней границы специальной зоны на расстоянии до 400 метров от внешнего ограждения территории военных объектов. Мне кажется, это бесполезно. Потому что собаки же приходят издали домой. Потому что здесь у них дом, здесь их кормят, здесь у них и кормовая база есть. И потом он всех хочет вывезти, которых отловит. Но они в то же самое время и санитары. То есть они убирают там, я не знаю, мусор, помойки, вот эти все они там обитают. То есть они тоже нужны. Конечно, не такое количество, но в меньшем своем они нужны. По мнению Светланы Романовой, только открытие приютов и увеличение в них мест поможет уменьшить количество бездомных собак на территории города. Напоминаем, что по действующему законодательству численность безнадзорных животных регулируют по программе ОСВВ. Собак отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и отпускают на улицу. Согласно изменениям в региональном законодательстве, стало возможным не выпускать собак в жилой части города и на отдельных объектах. Ранее Госдума предложила поправки в закон, согласно которому регионы могут сами решать, как регулировать популяцию бездомных собак. Против инициативы выступили многие зоозащитники, которые трактовали поправку как легализацию усыпления. Но, по словам депутатов Госдумы, главная цель поправки – защитить людей от нападения животных, а животных – от жестокого обращения с ними. Еще одна инициатива коснулась недобросовестных владельцев домашних питомцев. Теперь тем, кто решит выбросить собаку на улицу, придется заплатить штраф до 30 тысяч рублей. За жестокое обращение с животными нарушители могут отдать до 100 тысяч. А если питомец покусал прохожего, хозяина могут оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова